Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С вами Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Антикризисная программа. Глава Республики обсудил рабочие планы с новыми руководителями предприятий тракторного завода. Только компромисс. Руководители Республики и города встретились с жителями северо-западного района, которые против уплотнительной застройки. К счастью на Волге. Открылся юбилейный младежный образовательный форум Молгород-2018. Чебоксарский завод промышленных тракторов уже в этом году может выйти на безубыточную работу. Об этом заявляют новые руководители предприятий, перешедших в собственность Трансмаш-холдинга. Сегодня представители компании встретились с руководством Республики. Подробности в следующем материале. С приставкой в Рио на промтракторе Ичази и уже назначенный гендиректор вагоностроительного завода в Канаше. Официально Игорь Шпак должен встать у руля трех предприятий Республики после того, как его назначат акционеры. Собрание состоится в конце июня. Какие планы? Ну, руководство заводовало, потому что в декабре буквально участвовали в представлении новых руководителей, которые были номинированы технологиями. На Канаше я с начала марта генеральный директор, именно акционеры направили меня сюда. Ну, я посмотрю, тематика вот вашего холдинга как раз больше с карнашом, да, и с программативом. И на сегодняшний день, вот, считайте, марта-пель-май, уже в июне по ЕБД, наверное, выйдем. И уже летом, предполагает Игорь Шпак, промтрактор-вагон выйдет на чистую прибыль. В правительстве региона ситуацию контролируют. На этот год или до конца этого года и на перспективу взять 2019, 20-е годы, по заказам там будут они обеспечены? Заказы будут, работа будет, зарплата будет, в принципе. Безусловно. Заказы есть, есть организации, компании, которые готовы долгосрочные контракты подписывать на 2-3-4 года. Ну, по промтрактор-вагону такие заказы на сегодняшний день есть. И возможность их подписать есть. Август, сентябрь. Ну, если никаких радикальных скачков там на рынке совья не произойдет, там, фантазологии резко не повысят цену, будем уже в плюс выходить. У трансмаш-холдинга, который представляет Игорь Шпак, накопился богатый опыт оздоровления предприятий. Антикризисная программа уже помогла Беженскому сталиплавильному и Брянскому машиностроительному заводам. Главная задача управленцев – обеспечить полную загрузку, а в перспективе наладить и выпуск новой продукции. Мы надеемся, что будет принят план по оздоровлению предприятий, ускоренному прохождению банкротства и, так скажем, созданию каких-то новых структур. В ближайшее время управленческая команда готова составить полный график погашения долгов и обеспечить максимальный приток инвестиций. Дмитрий Ковалев и Андрей Спилидонов. Республика. Сегодня развитие получило ситуация с уплотнительной застройкой в северо-западном районе Чебоксар, о которой мы рассказывали в прошлом выпуске. С жителями, недовольными планами строителей, встретились руководители республики и города. Коротко о ситуации. Жители двух домов под номером 13 на стыке улиц Ахазова и Ильгера опасаются, что вместо зеленого сквера, который прошлой осенью благоустроили по федеральной программе формирования комфортной городской среды при их финансовом участии, вырастет многоэтажка с подземным гаражом. Такие планы имеет компания «Стромон Китер», которая еще в 2007 году арендовала этот участок. В минувшее воскресенье жители провели экстренное совещание и собрали подписи против строительства. И они дошли до адресата. Я помню, эти обращения еще в 2015 году, соответственно, приостанавливали по-разному. Я там получил сейчас новые обращения ваши, 545, там не чуть ли подписи. Соответственно, с городскими властями вы и сняли, соответственно, там разрешение на строительство на сегодняшний день. Они окончательно не получили, да? Нет. Разрешение еще не получено, однако расторгнуть договор аренды земли в одностороннем порядке у администрации Чебоксар не получилось. Суд принял в сторону арендатора. На сегодняшний день у компании есть земельный участок. По строительству квартирного дома есть экспертиза, есть соответствующие все документы. Но, как мы видим, жители категорически против, не хотят. Поэтому мы просим застройщика сегодня отозвать документы для получения разрешения на строительство с целью найти какой-то компромисс, взаимодействие, альтернативу по предоставлению земельного участка в другом месте. Оказалось, что директор строительно-монтажной компании, который все это время неприметно стоял в толпе, к поискам компромисса готов. Если все-таки город представит другой участок, пойдете на такое рассмотрение? Ну почему же нет? Потому что решение все равно будет вырабатываться главой, мы не будем сопротивляться. Конечно, мы будем сейчас вместе с вами защищать право жителей, прежде всего, многоплативных жилых компаний. Вместе с вами! Еще одна проблемная точка – пятачок земли между 27-й Чебоксарской школой и детским садом номер 85. Там другая строительная компания выкупила бывшее здание теплицы и тоже хочет построить дом. Правда, площади на это не хватает. И компания хочет получить дополнительные метры земли. Объективно оценивая, вот 1162 квадратов, дальше ни одного метра здесь не будет. Ни вправо, ни влево. Никаких решений нет. Он даже теоретический застройщик. Сегодня не может претендовать на строительство. Для строительства жилья места в городе достаточно, озвучил позицию республиканских и городских властей Михаил Игнатьев. Для того, чтобы дать возможность строителям строить новые микрорайоны, мы более чем 2000 гектаров земель сельхозназначения перевели. Это, я говорю, для сведений, для учета. Надо учитывать, прежде всего, интересы граждан и защищать право граждан. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. В начале лета левый берег Волги традиционно принимает самых активных и целеустремленных. Десятый молодежный форум «Молгород-2018» стартовал в Заволжье. С места событий Юлия Важенина. Здравствуй, мой друг, здравствуй. Юноши, девуши, красный. Наш «Молгород» все объединит. 10 тысяч участников, 27 регионов России, 13 стран мира. Так выглядит «Молгород» в цифрах. Десятый юбилейный форум побил собственный рекорд по количеству заявок. Их было более 750. Форум «Молгород» уникален тем, что это самый масштабный форум на Средней Волге. И мы здесь видим по стилистике, по оформлению и по темам, что мы ставим цель развития туризма. Развитие туризма в городе Чебоксары и в Чувашской республике. И наш основной слон – счастье на Волге. И мы считаем, что наконец-то мы нашли правильное направление. Активные молодые люди оккупировали базу отдыха «Буревестник» до 10 июня. По программе «Все включено». Этот форум в этом году имеет свое продолжение по смыслу, связанное с туризмом. Все те вопросы, которые были в прошлом году, они переформатированы по содержательной части уже в другую тематику. И будут мозговые атаки, круглые столы, разные дискуссии. Задать вопросы главе республики все желающие могли на площадке развития территорий. Кстати, в этом году количество образовательных площадок увеличилось до шести. Ты предприниматель, российское движение школьников, добровольничество, точка роста, студенческое самоправление, гражданская активность, технологии масс-медиа. Володя Тютин мечтает попасть на все направления. Каждый день разная площадка. В первый раз на моем городе ощущений много, эмоций много. Все классно, погода наконец-то хорошая. Этот палаточный лагерь мало похож на дикий отдых. Здесь работают пресс-центр, кафе, на всей территории есть и вай-фай. Но все же отрыв от цивилизации ощущается. Нужную воду принести и дрова наколоть. Особая романтика форума – палатки, костры и песни под гитару. Кстати, еду участники готовят сами своим отрядом у костра. Ребят, привет! Ну рассказывайте, что готовится? Мы сейчас будем готовить суп. Суп из чего? Какой суп? Капусты, морковки, лука. На природе все вкусно. Своя еда – это классно. Кормят участники и себя, и комаров. Такое чувство, что сюда слетелись насекомые со всего Заволжья. Настя Порфирьевна, мол, городе была и участником, и организатором. Поэтому точно знает, что нужно брать на природу. Пледик обязательно, потому что очень холодно. Второй плед – это тоже обязательно, потому что холодно. Потом туристические коврики. Желательно, чтобы их несколько было, потому что земля холодная. Потом еще что? Влажные салфетки для девушек обязательно. На молгород нельзя приезжать, конечно же, без настроя. А в этих хрупких девушках не сразу признаешь охрану. Марина Семенова и Анжелика Прокопьева решили поехать на форум следить за порядком. Мы охраняем территорию, не пускаем людей с алкоголем, там электрические приборы, все запрещено. Обычно охрана – это такие сильные мужчины, специализированные девушки, но мы тоже не промах и справляемся даже очень хорошо. Молгород – это не только образовательные площадки. Для участников подготовлены насыщенные культурные и спортивные программы. Впервые пройдут турниры по пятиборью, лазер-рана и экстремальный забег здоровья на Волге. Каждый сможет попробовать себя в кайтинге. Новшеством этого года станет проведение Дня культуры и творчества. Кстати, его посетит актер театра и кино Александр Носик. Так что до встречи на Молгороде. День и ночь – это все Молгород. День и ночь – он нам очень дорог. День и ночь – мы с нами, если много, Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Поездки по бездорожью для жителей деревни Сигача и села Шигардан Батаревского района скоро закончатся. В этих населенных пунктах начали строить дорогу. Когда там появится ровный асфальт, узнала наша съемочная группа. Инициатива в действии – это про жители села Шигардан Батаревского района. Несколько лет назад они вышли с предложением о строительстве дороги по улице Чебоксарской. А в этом году кое-где появился асфальт. Асфальтировано уже 600 метров. И сейчас, в данное время, работаем на трассе третьем, где-то 600 метров. И ходим уже к числу 20-му, уже закрыт асфальтом. Сейчас подрядчик делает основание дорожной одежды. На песок рабочие укладывают щебенку. Длина Чебоксарской улицы – два с лишним километра. И ведет она к сельской школе. В этом году асфальт уложат на половине дороги. Остальную часть сделают в будущем году. На улице Победы в деревне Сягачи тоже прописалась техника. Бульдозер, экскаватор, каток, грейдер. Асфальт появится на участке длиной более одного километра. Об этом местные жители мечтали давно. Сейчас дорожники завершают укладку песчаного основания. Его толщина – 30 сантиметров. Работают шесть дней в неделю. Срок сдачи в ноябре, но мы добросовестно делаем свою работу. Постараемся пораньше закончить. В Сягачах дорогу строят по федеральной программе устойчивое развитие сельских территорий. В селе Шигурдан действует республиканская программа дорожного строительства. Всего в этом году в селах и деревнях республики построят более 50 километров новых дорог. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Страховка от вырубки и застройки. В столице Чувашии прошли публичные слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса города Чебоксары. Эта красная линия будет существовать лишь на картах. Сами леса огораживать и завешивать табличками никто не станет. Границы лесопарковых зеленых поясов внесут в единый государственный реестр недвижимости в соответствии с законодательством России. При самовольном строительстве нарушителей ждет штрафа незаконный объект снос. Внутри зеленого пояса возможны лишь линейные объекты, дороги, трубопроводы и другие инженерные коммуникации. Но никаких аттракционов, киосков или гостевых домиков преобразовать его в парковую зону в обычном понимании этого слова впоследствии будет нельзя. Для чего нужен зеленый пояс? Чтобы оставить экологическую среду для потомков. Чтобы уже сегодня жители городов имели возможность дышать свежим воздухом. В Чебоксарах в зеленый пояс предлагается включить бериндеевские лесы, парк Гузовского, чтобы максимально защитить их от желающих отхватить кусочек земли в центре города. Участки леса по окраинам, парки внутри городской территории. Все эти островки зелени тоже предлагают защитить от урбанизации. Не обошли вниманием и левый берег Волги. Большое внимание уделено за Волжью, как крупной природоохранной и рекреационной территорией, где приоритетно развивается длительный и кратковременный отдых, формируется благоприятная экологически чистая среда. Из них общая площадь зеленых насаждений в пределах городского округа составляет 10 953 гектара. Кстати, закон налагают четкие ограничения. Не все лесопарковые зоны можно считать зелеными. К ним не относятся зоны, загрязненные промышленными отходами, участки с объектами капитального строительства, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд, внесенные в план добычи полезных ископаемых, или уже предназначенные для застройки с подписанным договором. Всего в проекте указаны 96 земельных участков лесного фонда, 32 земельных участка населенных пунктов и одна особо охраняемая территория, площадью почти 160 тысяч квадратных метров. По итогам публичной сессии предложение по созданию зеленого пояса отправится в Госсовет нашей Республики. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня вся страна отмечает два праздника – День русского языка и Пушкинский день. Если первый появился относительно недавно в 2011 году, то второй праздновали еще в советские времена. А в 1997 он приобрел статус государственного. В честь этих праздников в библиотеках Республики прошли литературный круиз, конкурсы чтецов, открытый микрофон, блиц-игры и другие события. Его Величество Ф. Выставка с таким названием открылась в Новочебокстарском музее краеведения и истории города. Это первая экспозиция в Чувашии, посвященная истории футбола. В преддверии чемпионата мира посетителям покажут и расскажут, какую форму носили футболисты раньше, что они надевали вместо бутс и как выглядел футбольный мяч в начале 20 века. История чувашского футбола начинается в городе Алатарь. Там в 1911-12 годах организовались первые команды – «Вега», «Стрела», «Люцифер». Вот он, футбольный мяч того времени. Знаменитые кожаные мячи со шнуровкой для того, чтобы его накачать. Шнуровку нужно было размотать, вытащить камеру, надуть, потом обратно вставить. Подобными мячами играли и самые первые команды, и вплоть до 40-50-х годов 20 века. О специальной обуви для игры в футбол в те времена даже не мечтали. Гонялись за мячом даже босиком. Так выглядели кубки, футбольные трофеи разных времен. На выставке много фотографий. Это первый почетный член Федерации футбола Чувашии Анатолий Финогенов. Известнейший игрок, тренер. Футбол – это вся его жизнь. Он вложил душу в это. Долгое время играл за команду «Волга», потом за команду «Мастеров сталь», был тренером, потом опять перешел в «Волгу». И сейчас на тренерской работе воспитывает молодежь, подрастающую смену. И он очень много сделал для создания этой выставки, много материалов. Передал трофеи кубкам различных. Спутник, затем химик. Первая новочебоксарская футбольная команда. Она фигурирует в розыгрыше кубков чемпионата Чувашии с 1963 года. Хотя город только начинает строиться. С 1973-го появляется легендарная команда «Заря», в которую из Тамбовской области попал полузащитник Анатолий Кирсанов. И сейчас он тренирует футболистов в новочебоксарской спортивной школе номер один. Сегодняшний футбол очень отличается от футбола прошлого, говорит полузащитник. Ну, в наше время, ну и массовость была в футболе. Каждый завод держал команду. Это было на молодежь, очень много обращали внимания, на молодежь. Это в те времена, в советские времена. И каждый завод, вот у нас, я приехал в 1976 году, здесь каждый завод имел команду на периметре республики. Играло 14-16 команд. В музее даже подготовили стенд, где посетители смогут записывать результаты игр команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с 14 июня. В Чебоксарах заработали центры активного отдыха для младших школьников. Общегородская летняя смена торжественно открылась в Лакриевском парке. Центры активного отдыха открылись на базе 11 столичных детских садов. Около 200 школьников будут в течение июня проводить свои каникулы весело и с пользой. На базе 11 детских садов созданы центры активного отдыха именно для ребят от 7 до 10 лет. Наши первоклассники, 2-й класс, 3-й класс, они очень скучают по детскому саду. Им очень нравится возвращаться в детский сад, воспитателям очень нравится. Это ведь новый опыт, новый опыт общения уже с ребятами немножко постарше. Поэтому всегда в восторге, очень нравится. Дети будут проводить в центрах по 5 часов в день. Каждый раз новое мероприятие. Например, школьники, которые приходят в детский сад номер 130, путешествуют не только по родному городу, но и по странам и континентам. Мы тут каждый день встречаем зарядки утренней, завтрак. Режим у нас активный, насыщенный. Каждый день мы узнаем новые страны. Ежедневно у нас выходы, экскурсия. Мы гуляем по городу, узнаем новые места. Каждый день запланировано у нас. Скажи, пожалуйста, а тебе нравится заниматься в центре активного отдыха? Очень нравится. Я его просто обожаю. Скажи, как наш отряд называется? Богатыри. А девиз у нас какой? Ничего мы не боимся и с любым врагом сразимся. Богатырские законы нам да уже знакомы. Такой девиз и речевка есть у каждого отряда. На общегородской линейке ребятам повязали и яркие галстуки. Впереди у ребят целый месяц игр и новых впечатлений и эмоций. Галина Титарчук, Александр Петров. Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...